МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Старый Бобруйск имеет свой собственный характер и атмосферу. Прогулка по улицам старого города принесет вам немало впечатлений. Это не просто место, это вдохновение. Живое воплощение истории. Здесь можно увидеть здание с красивыми фасадами, украшенными колоннами, лепниной и другими декоративными элементами. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу Старый город. И я приглашаю вас совершить небольшой променад по его улицам. Сегодня мы отправляемся на новую увлекательную прогулку по улицам Старого Бобруйска. Предметом нашего интереса на сей раз стало самое посещаемое здание города. Место встречи – социалистическое 56-40. Так называемый доходный дом купца Мордуха Голодца располагался на углу улиц Муравьевская, социалистическая и Адамовская. Сегодня это улица Комсомольская. Был он построен в 1910 году на участке городской земли, находящемся у купца на правах бессрочного и бесконтрактного пользования для сдачи квартир в аренду. По желанию владельца здание было построено в модном тогда стиле модерн. Хотя, к сожалению, мы не знаем фамилию архитектора, который проектировал этот дом. Но это одно из первых зданий, построенное в этом современном стиле. И это такой рациональный, строгий модерн. В основном геометризованные здесь растительные какие-то узоры, но они как бы зашифрованы геометрическими фигурами. И только волной идут, причем несимметрично, на каждом из фасадов идут такие стенки над карнизом, атики фигурные. На одном из них можно прочитать и сегодня год постройки этого дома – 1910-й. Новое здание вместе с соседними домами образовывало свой внутренний дворик с въездной аркой. В 21 веке жителям Бобруйска не совсем понятно, зачем тратить большие деньги на строительство жилья по оригинальному проекту, если его квартиры будут сдаваться в наем. А вот сто с лишним лет тому назад состоятельные люди охотно вкладывали деньги в строительство таких домов. Ведь спрос на съемное жилье намного превышал предложение. Проживание в доходном доме освобождало жильцов от налогов и обязанностей по содержанию собственной недвижимости. Сам хозяин, Мордухивович Голодец, почти никогда не проживал в этом доме. Было время, правда, что он все-таки занимал одну из квартир, но чаще он жил на улице Семеновской, сегодняшней Московской. Главный фасад углового дома выходил на улицу Муравьевскую. Здесь на первом этаже находился магазин самого хозяина, суконно-мануфактурная торговля, магазин «Венский шик» и парикмахерская «Вархмана» «Дамский зал». Бобруйчане не так часто одевались в столицах, но и в местных мануфактурных магазинах можно было прицениться к модным новинкам. В 1913-1914 годах на Муравьевской предлагали хоть форменный сюртучный костюм, хоть куртки английскую или австрийскую, хоть пальто без ваты с бархатным воротником. Большим спросом пользовались головные уборы – от суконной фуражки американского фасона до дорожной шапки фасона «Нансен» из пыжика на ватной подкладке. Цены тоже были на любой портмоне. Скажем, каракулевую черную шапку фасона «Пушкин» можно было купить за 20-35 рублей, а такой уже из выхухоля под котик за 14 рублей 50 копеек. Сюртук и жилет из черного крепа на шерстяной подкладке стоил от 35 до 60 рублей. Фрачный же костюм из черного крепа или фуле на шелковой подкладке требовал куплате от 75 до кругленьких 100 рублей. Само собой, к фраку нужна была фрачная сорочка с грудью из белого французского пике. Готовьте к оплате 2 рубля 75 копеек. Другая сторона дома выходила на Адамовскую, Комсомольскую улицу, где размещался английский магазин, предлагавший велосипеды, печатные швейные машинки, граммофонные пластинки, а также парикмахерские принадлежности, электрические звонки и другие необходимые хозяйственные предметы. Самая большая квартира на втором этаже принадлежала Бобруйскому отделению Соединенного банка. И сначала в ней проживал управляющий Михаил Осипович Бродский. Спустя несколько лет уже другой управляющий, Исаак Осипович Мерлинг, расположился в этих апартаментах. А на первом этаже находился, собственно, Соединенный банк, его Бобруйское отделение. В 1919 году этот дом был национализирован. В разные годы здесь размещались магазины, столовая и другие учреждения. В конце 1980-х, начале 90-х здание пустовало. Пока после капитального ремонта в 1996 году здесь не разместился Бобруйский краеведческий музей. Дому наконец-то повезло. Новую жизнь его вдохнул художник Эдуард Огунович, влюбленный в модерн. Его и свои идеи воплотили в жизнь замечательные бобруйские мастера. Бобруйск славится своей многовековой историей и традициями. Именно они на самом профессиональном уровне, как художественном, так и эстетическом, представлены в залах Краеведческого музея. Сегодня в залах Бобруйского краеведческого музея можно познакомиться с историей природы и края. В частности, например, можно увидеть уникальнейший шлем тысячелетней давности, который был обнаружен на берегу Березины. И он внесен, между прочим, в список ценностей Республики Беларусь. Здесь можно увидеть самые разнообразные древности, предметы, отражающие период Средневековья. Можно увидеть масштабный макет бобруйской крепости и перенестись на 200 с лишним лет назад, в том числе экспонаты, которые были обнаружены на территории нашей крепости. Здесь можно увидеть то, что связано уже с началом XX века, те войны, которые не обошли бобруйской стороной. Несколько залов посвящены истории Великой Отечественной войны в нашем крае. И здесь отражено и антифашистское подполье, и германский оккупационный режим, и партизанское движение, и, наконец, бобруйская наступательная операция. Зал этнографии поможет представить, как жили наши бабушки, дедушки с их ремеслами, промыслами, традициями. И в том числе современный бобруйск. Зал бобруйской бобруйчани показывает сегодняшнюю, жизнь Бобруйска. Старый город интересен своими неповторимыми домами. Они его душа и хранят в себе память о тех, кто был рожден и жил в них. Память о человеческих судьбах, о счастье и любви, о боли, об одиночестве и скуке. Все помнят стены этих домов. Каждая судьба оставляла на них свои отпечатки. И со временем дома обрели души. Свой родной город. Красивый, уютный. Здесь родные, близкие. И всегда приятно погулять по улицам, в которых ты вырос, в которых прошло твое детство. Очень добрые люди. И действительно очень красивый, чистый город. Как город, он, конечно, чистый, красивый. Он хоть и маленький, но, в принципе, все можно доступно, шагово дойти, докуда надо. Мне нравится, например, город Бобруйск. Бобруйск для меня – это мое детство. Это моя гордость. Потому что это тот город, в котором выросла я, мои родители и растут мои дети. Это город, в котором я всегда люблю находиться. Меня не тянет уезжать куда-то в другие города гулять, потому что мне нравится мой город и так. Он красивый, чистый. В нем я чувствую себя безопасно, спокойно. И мне всегда есть чем заняться. Внешний облик старого города постепенно обновляется. Бобруйский краеведческий музей проводит масштабную исследовательскую работу для демонстрации туристического потенциала города на Березине. В планах – разработка специального экскурсионного маршрута по его историческому центру, мобильного приложения и QR-коды. Они помогут гостям города сориентироваться в потоке информации о каждом доме, который пронизан историко-культурной ценностью. Уважаемые друзья, если вы устали от привычного маршрута «Дом. Работа. Дом», то программа «Старый город» приглашает вас каждый понедельник совершить необычную прогулку. Мы очень постараемся буквально за несколько минут рассказать вам о нашем старом городе. Он точно хранит еще для вас пару нерассказанных легенд и нераскрытых тайн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин